Выяснить все подробности о междисциплинарном фестивале «Артания» мы решили у её организаторов. И сегодня у нас в гостях Анна Новолодска и Луис Альварес. Ну, прежде чем мы начнём разговор с нашими гостями, давайте примем звонок от телезрителя, который знает правильный ответ на один из вопросов квиз. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Елена. Как же переводится с французского «открытый воздух»? Ленэр. Совершенно верно. Елена, вы получаете замечательную футболочку «Я люблю Томск» от телекомпании «ТВ-2». Спасибо за звонок. До свидания. До свидания. Ну, а мы продолжаем и начинаем. Мы начинаем наш разговор, да. Идея этого фестиваля, вообще фестиваль зародился в Новосибирске, и долгое время он проводился именно там. Как вас встретил наш город? Впервые он проводится в Томске. Как вас встретил наш город? Ну, город встретил прекрасно. Мы очень рады, что томичи любознательные, живые, очень информированные, умные люди и любят прикладное искусство, народное искусство, народную культуру. Ну, вот за время существования фестиваля он удоставился даже награды, как самый интерактивный фестиваль в России. В чем, собственно, его интерактивность? Ну, это был 2010 год, когда экспоненты нашего фестиваля назвали его самым интерактивным. Значит, интерактивность фестиваля заключается в следующем. За неделю прохождения фестиваля, вот в нашем формате в Новосибирске, мы проводим 100 часов мастер-классов. То есть, если фестиваль проходит три недели, а у нас бывает и такое, то это, соответственно, 300 часов мастер-классов. Цель такая. Конечно, это невозможно стать мастером, невозможно стать ремесленником за это время, но у нас цель популяризация художественных ремесел и вообще популяризация творчества, по большому счету. Ну, а привлечь людей, показать посильность совершений – это возможно. И, в общем, на это нацелены наши мастер-классы. Вот, и именно поэтому считается он самым интерактивным. Хотя интерактивность еще и в том, что мы проводим конкурсы прямо на площадке. У нас, ну, опять же, я говорю, это самый наш главный фестиваль – конкурсы мастерства, то есть профессиональные конкурсы. Некоторые конкурсы готовим до девяти месяцев. То есть это, ну, допустим, конкурс народного костюма, конкурс валяния. Мы привлекаем, соответственно, модельеров, вот известного уже Томску нашего Виктора Викторовича Феоктистова, который консультирует всех, значит, участников конкурса, вот, и готовит их к тому, чтобы их, значит, изделия появились прямо на артанском подиуме. Вот. Ну, а часть конкурсов у нас проводится тоже в интерактивном режиме, в таком блиц-режиме прямо на площадке. Когда, допустим, выходят мастера, и за два часа они должны сделать крестьянскую куклу. И здесь уже оценивается, они могут принести и показать те изделия, которые делают они, но здесь, чтобы под взглядами, иногда на непростых погодных условиях сделать, это, конечно, уже большое мастерство. Вот. Ну, естественно, когда всё это делается на глазах публики, вот, то это вот та самая интерактивность, почему нас назвали самым интерактивным фестивалем. Анна, вот скажите, почему так важно, вот, в век цифровых технологий сохранять вот эти традиции, приобщать людей к истокам, да, к сибирским? Ну, я, знаете, вот мы все чувствуем некую тоску по своей истории, по своей собственной культуре в век, когда, значит, переполненности всякими сетевыми супермаркетами и так далее, когда у нас уже просто отсутствует видеоряд, и люди просто, ну, видно, как они радуются и улыбаются, глядя на те игрушки, которыми играли в своём детстве, обязательно хотят разделить свою радость, то есть поделиться своей радостью со своими детьми. Вот. Естественно, они чувствуют теплоту. Человек не отучился чувствовать теплоту изделия. Если оно сделано вручную, соответственно, тепломастер, оно всегда передаётся изделию. Вот. Там какие-то народные мотивы. У нас же не только изделия, сделанные вручную, но и изделия, которые сделаны, допустим, с применением традиционных орнаментов и так далее. От всего этого идёт благодать. Именно вот это то самое особое, которое, ну, как бы наполняет атмосферу Ортания. Ну, вот я была на ярмарке, и у меня вот вопрос, наверное, к Луису. И обратила внимание, что присутствуют люди в народных костюмах индейцев, да? Правильно. Да. Как вообще они оказались в Сибири, эти люди? И вы, в частности. Во-первых, большая честь быть в вашем городе в рамках этого не только фестиваля. Я считаю, что это большой праздник для людей, которые приходят туда и для участников. Это мы сейчас здесь находимся в рамках этого фестиваля художественных ремёсел. И мы приехали не только с приветом от наших многочисленных народов, которые живут в Южной Америке. И мы привезли рукоделие, то, что наши мастеры, то, что наш народ имел, сохранит в течение очень много веков. И мы можем показать и научить одновременно, как это делается. Потому что при современности замечаем, что это какая-то теряется часть душевных составляющих человека. И вот в таких видах мероприятий, которые являются артами, она очень уже известна по такой признаке. Вы тоже не первый год приезжаете? Нет, благодаря Могущему мы уже участвуем и являемся участниками этого фестиваля. И откуда такой русский прекрасный? Изначально у вас был такой хороший русский язык? Или вы за эти 7 лет? Еще один плюс. Благодаря этому фестивалю, в котором мы участвовали, мы смогли не только разговаривать, понимаете, мы можем общаться. И в этом процессе общения создается какая-то энергетика, когда мы можем понимать друг друга и познавать это в нашей культуре. И когда мы перебиваем, когда мы выступаем или когда мы только общаемся с людьми, естественно, есть источник вдохновения для того, чтобы мы смогли найти другие слова, другие выражения, которые нам дают возможность выражать то, что наша душа именно чувствует, когда мы присутствуем в таком празднике, которые являются ртами. То есть это больше площадка для общения, нежели торговля какая-то? Да. Вы знаете, мы провели социологическое обследование. Так получилось, что я являюсь членом Общественного совета по оценке деятельности объектов культуры при Министерстве культуры. И была такая задача оценить различные ярмарки. И настолько у нас, как бы сказать, меня частично уже другое подразделение, торговля наша, значит, убедило, что это в какой-то степени торговля, что я ожидала, что хотя бы наши мастера, наши экспоненты, которые занимаются торговлей изделиями народно-художественных промыслов, вот они скажут, что да, для нас важно. Вот это именно это в первую очередь, а потом культурные составляющие. Я была просто потрясена, когда мы получили результаты социологического обследования. получилось так, что около 90% респондентов, как экспоненты, так, собственно говоря, и посетители выставки сказали, что в первую очередь это культура. То есть вот этот ряд торговый, он, собственно, является выставкой. В общем, этот видеоряд, это является таким повествованием, значительным повествованием, доходчивым о собственной культуре. Это очень важно. Но при этом все равно ярмарка есть ярмарка. Это такое, грубо говоря, базар. И на базарах принято торговаться. Как у вас с этим обстоит? Стабильные цены или можно там выпросить фенечку подешевле? Ярмарка на то и ярмарка. Да, но это есть очень важный вопрос. Во-вторых, это, понимаете, есть законы в жизни и в природе, которые определяют поведение человека, и при которых мы стараемся подчиняться. Это когда человек занимается делом, который нравится и который он любит. В этом смысле он не волнует, он не переживает, он не беспокоится, если он что-то будет получить в обратном, понимаете, в материальном плане. А когда это делается, и получает, во-первых, огромное удовольствие душевное, и, более того, открывает свои возможности, познакомиться, быть, и открываются пути, это значит, на самом деле, это то, что наше вселенное нам дает. Потому что, если мы будем подчиняться закону современности или торгу, я один, я и что-то, конечно, улетаем в себя душу и не живем, как довольны, можно сказать так. Поэтому на этой, на Артане, это обмен информации, общение, которое создаётся, это для нас, например, расширяет наше мировоззрение, и поэтому мы думаем, что пока мало знаем про ваших странах. Вы знаете, мастера же они в состоянии даже подарить. Вот иногда бывает такой прекрасный разговор, такое прекрасное общение, что человек, в общем-то, что-то дарит, даже тот, кто стоит за прилавком в расчёте, что он это продаст, он может это и подарить что-то. Потому что получил от посетителя больше то восхищение, которое для него бесценно, потому что без этого непосредственного общения дальше и продолжать деятельность невозможно. Не отдав, невозможно, как бы сказать, получить дальше вдохновение. Поэтому эти законы, безусловно, космические законы знают все наши мастера, и поэтому, если действительно в палатке стоит мастер, потому что у нас там по-разному, у нас есть и торговля народно-художественными промыслами, есть и мастера стоят в палатках, то вот с мастером, конечно, здесь можно торговаться и как бы даже неожиданно получить подарок. Вы сегодня пришли к нам не с пустыми руками, давай поговорим, есть у нас ловец снов, Да, мой любимый ловец снов. Расскажите нам про ловцов снов. Ну, вот это, значит, здесь у меня есть несколько ловцов снов. Вот, значит, тут разные есть такие. Есть и наш русский. Вы знаете, вначале я познакомилась, да, вот с этим ловцов снов, потому что это наш традиционный русский ловец снов, и вешался он над колыбелью младенца, и делали его тоже из ниточек, делали, вот смотрите, на такой рогатке, но в основе все равно крестовина. Вот, ну, считалось, что такая куколка, она, значит, все плохие сны путаются в нитках куколки, а все хорошие сны, значит, попадают прямо в колыбель младенца. Вот, и, конечно, потом, увидев вот такие ловцы снов, я удивилась тому, что, как бы сказать, ну, разные культуры совершенно, потому что, ну, даже если эти ловцы снов, я подозреваю, делали наши мастера, но, тем не менее, эта культура как раз индейская культура, вот. То есть это оттуда пришло к нам, это мастерство, эти узоры, значит, ну, это не ваши случайно. Это, это есть интерпретация нашего народа, наших народов. Да, ну, я просто знаю, что это мастер делала, наш новосибирский мастер делала, вот, во всяком случае, вот этот вот, да, вот этот вот ловец снов. Смотрите, тут и кость, и бисер, вот, в принципе, то, что у вас тоже используются, те же материалы, и перья, то же самое, и это всё то же самое, то есть вешается около белия. В пространстве, где человек спит? Да. Причём тут есть разное значение, то есть на этой основе делается вот это, ловец снов, а это то, что притягивает, как я понимаю, удачу. Вот здесь камешек вот этот, и уже наполняется та же самая конструкция другим содержанием. Ну, чтобы более подробно обо всём этом узнать, нужно остановиться у палатки мастера, у нас именно мастер присутствует на фестивале, вот, и она очень подробно вам раскроет все секреты ловцов снов. И ловцов удачи. Расскажите, что помимо ярмарки планируется на фестивале? Вы знаете, у нас всегда артания имеет несколько составляющих. Кроме ярмарки, это у нас концертная программа, здесь вот ансамбль «Эквадор Индианс» нас всегда очень поддерживает. И музыка «Эквадор Индианс» она стала музыкой нашего фестиваля. Хотя вот в Новосибирске, на наших крупных фестивалях, всегда выступает ещё и, значит, наша самодеятельность. Вот, мы всегда готовы к сотрудничеству, у нас стоят колонки там, и аппаратура, мы всегда готовы принять любые коллективы, которым нравится выступать в центре, потому что все хотят себя показать, безусловно, показать городу, не на какой-то закрытой площадке с малым количеством зрителей, а, в общем-то, тоже поделиться своей энергией. Вот, то есть это концертная программа. Я уже вам рассказала, что у нас очень много мастер-классов. Вот, в данном случае мы, как бы сказать, рассчитывали, у нас большинство мастеров, которые дают мастер-классы, это новосибирские мастера. У вас новая, для нас, у вас, вот та площадка, которая сегодня, это новая площадка. Вот, и поэтому в первую очередь рискуют, конечно, мастера, они смотрят, насколько будет успешным этот проект в Томске. И потом, безусловно, поедут и новосибирские мастера. Но сейчас их очень мало. Поэтому мастер-классов у нас не так, как у нас на площадках три. Одновременно идёт три мастер-класса, два уж точно на различных столах. Но у нас есть программа мастер-классов здесь. Привезли те мастера, которые стоят в палатках. Вот, и эти мастер-классы обязательно состоятся. Они бы у нас начались с первого дня, и даже мы начали их, и кто-то уже побывал на наших мастер-классах, но погода смешала нам все карты. И мы решили, как бы сказать, подождать хорошей погоды, потому что у людей стынут руки, невозможно не валять, не как бы что-то делать. Вот, то есть погода как бы там тут немножко подпортила. Но мастер-классы обязательно состоятся. Ну, а, наверное, в следующий раз, когда мы приедем, мы обязательно приедем в следующий раз, вот, мы будем уже делать конкурсную программу. Но для этого нам нужно обрасти, как бы сказать, вот, вашими мастерами. Вот, мы приглашали. Но пока что люди первый раз, они не совсем верят в проект, площадку. И вообще томские мастера считают, что в Томске продаваться невозможно. Вот нужно обязательно приехать в Новосибирск или еще куда-то. Они едут, они прекрасные мастера. В Новосибирске это больше, у вас прекрасные традиции. У нас начиналось все вот точно так же, как у вас. То есть, ну, не верили и не шли. А постепенно, ну, где-то то же самое. Если мы организуем новую площадку в Новосибирске, такая же точная история. То есть, в первую очередь, идет торговля, вот, а потом уже, значит, когда видят, что все успешно, тогда приходят мастера. У нас совершенно естественный процесс, вот. Я думаю, что в следующий раз все будет еще более представительным. Но даже сейчас я считаю этот проект очень удачным, судя по реакции, которая вызывает, то... Да, ну, мы вам предлагаем пригласить сейчас всех томичей на эту ярмарку, сказать, до какого числа она продлится, и где вы располагаетесь. Так, ну, мы приглашаем всех томичей, гостей города Томска посетить нашу ярмарку. Фестиваль художественных ремесел артани, который располагается рядом с дворцом спорта и зрелищ на Красноармейской, 126. Ждем всех в гости. Вот, я думаю, что все, в общем-то, посетители найдут там что-то для себя. Себе по душе. Да, спасибо большое. Если кто-то приходит, оттуда не уходит. Я полностью гарантирую, что он не уходит разочарован. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях были организаторы фестиваля Артания, Анна Новолодская и Луис Альварес. С гостями мы прощаемся. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok